Третий сезон детской гонбольной лиги, созданный под патронажем Брестского гонбольного клуба имени Мешкова, стартовал в Бресте. В областном центре на базе спортивного комплекса «Виктория» соревновались гонболисты старшей группы А, младшей в Малорите. В новом сезоне на игры заявлены 69 команд в трех возрастных группах. Финал лиги пройдет в мае. Надо отметить, что среди команд всех возрастов немало дебютантов, таких как дружина из Пинска. На играх детской гонбольной лиги юные спортсмены получают опыт и мотивацию. Ехали сюда, определенных задач не было, потому что команда только занимается второй год. Надо, чтобы дети посмотрели, что такое игры, что такое соревнования, сборы. Тем более, испытываем некоторые трудности в городе Пинске с площадками, с инвентарем. Поэтому настрой, конечно, боевой, но больше эти соревнования были для детей и для меня, чтобы посмотреть, на чем дальше работать. Первую домашнюю серию игр хоккейной экстралиги в группе «Б» провел хоккейный клуб «Брест». Первые две игры с барановичами и молодежной сборной Беларуси «Ледовые зубры» выиграли. А вот третья игра с бобруйчанами закончилась на минорной ноте. Подопечные Андрея Ковалева не смогли справиться с поймавшими вдруг удачу бобрами. Все решил третий период, который начался со счетом 0-1 в пользу гостей. И завершился их безоговорочной победой с результатом 3-5. Старались, до этого было очень много моментов, не забили, но работали. Все-таки пошла шайба, но я не знаю, почему так произошло, мне пока сложно ответить. Какое-то неудачное стечение обстоятельств, я даже не могу объяснить. Но будем разбираться, поговорим. Сейчас пока по следам, как говорится, бессмысленно что-то говорить. Сегодня Брест занимает пятую строчку турнирной таблицы в группе «Б». На первой расположились пинские ястребы. Конец сентября хоккейный клуб «Брест» проведет на выезде. Им предстоит 4 нелегких матча. А вот следующая домашняя серия брещан начнется уже 11 октября с противостояния с Могилевым. На своей площадке зубры проведут 4 матча, которые обещают быть жаркими. Не менее горячим предстоит октябрь и у брестской русалочки-плавчихи Анастасии Шкурдай. Сегодня 15-летняя спортсменка, обладатель 20 юношеских рекордов и множество наград самого высокого достоинства. Во Дворце водных видов спорта скромно и без шума прошло участвование Анастасии, двукратного обладателя золотых медалей юниорского чемпионата Европы по плаванию. Ее тренера Ольга Ясинович. На дистанциях 50 и 100 метров бутырфляем Брещанка показала лучшее время. Результат еще не такой уж и высокий. Просто тренер читает много литературы, смотрит много видео. То есть она дошла до какого-то уровня, знает какие-то фишки, свои техники. Но она на этом не останавливается и продолжает дальше работать, искать с нами какой-то компромисс, может как-то общаться, искать, что можно сделать дальше, чтобы не стоять на месте. Впереди у успешного спортивного тандема третьи летние юношеские олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе. И сегодня все силы Анастасии Шкурда и ее тренера направлены на подготовку к важным стартам. Ирина Альшова, Андрей Щербайдор, Бакулыч, Антон Луговкин, телекомпания Блок-ТВ.